Ну, мы уже поняли, что то, как мы жили раньше, это вот привело нас сюда. Если мы хотим каждый раз оказываться в такой жопе и потом выползать... Первое, нам необходимо признать, что у нас полная задница. Вот взять и признать, да, мы попали в переплет, который оказался сильно хуже, чем, ну, мы готовы или мы готовились, я не знаю, кто как готовился, вот и все. Надо признать это и отбросить иллюзии, которые возникают в силу того, что мы все еще помним, как было тогда, вот, когда свет звезды, вышедший из звезды много лет назад, вот мы все в нем. Ребята, звезда сейчас испускает другой свет, и когда он дойдет до нас, жопа наша будет гореть синим пламенем. И железный занавес, о котором многие читали только там какие-то истории, там где-то в книжках и так далее, или слушали какие-то рассказы. Так вот, железный занавес уже опустился. Второе, приготовиться, что выход из этой задницы будет очень длительным и будет колбасить. Наберитесь, ну, терпения, что ли, да, наберитесь, выход будет, но только через турбуленцию. Третье, необходимо сейчас поддержать население, не делать жесткий финансовый прессинг, там кто-то кредит не отдал вовремя, изымаем у них, значит, жилье и так далее, ни в коем случае. Я-то помню девяностые года, что было, когда посадили страну на отсутствие денег, бартер везде, не знаю, это был ужас, это была катастрофа. В девяностые ВВП упал на двадцать-тридцать процентов вот на пустом месте, просто потому что взяли, убрали кэш, убрали деньги и начали вот всех дубасить. Ни в коем случае поддержать население, субсидировать ипотеку, чтобы ипотека не было не такое жесткое и сильное, не такое глубокое, да, поддерживать ослабевшие, там, не знаю, слои населения, кто не может сам о себе позаботиться. Надо это делать. Бизнесу быстрее индексировать зарплаты, обязательно смотреть на продуктовый набор, ну, то есть на продуктовый, на потребительский набор, чтобы поддержать людей, обязательно. Четвертое, правительству следует избегать сейчас резких мер, как они привыкли, там, бабки в бюджете закончились, пойти бизнес накрячить, там, подоить его. Поэтому в этом смысле правительство уже принимает меры, там, Мишустин объявил о том, что на малые предприятия, там, моратории на налоговые проверки и так далее, так, но чтобы это не осталось на бумаге, короче, чтобы были реализованы все эти вещи, понимаете, что если сейчас трясти бизнес ослабленный, ну, ребята, его вытрясли вот во времена ковида, сейчас еще если его потрясти, то вообще ничего не останется. Поэтому очень осторожно и бережно. Пятое, нам всем придется серьезно поменять уклад, в котором мы живем. Ну, мы уже поняли, что то, как мы жили раньше, это вот привело нас сюда. Если мы хотим каждый раз оказываться в такой жопе и потом выползать, ну, слушайте, наши дети тогда, наши внуки будут вот так же вот, но это же вот не то, что мы хотим. Люди уезжают, люди не чувствуют причастность, потому что, ну, они жили как времящики, типа, временно побудем, потом свалим когда-то. Вот приходят, когда сложности, там, и говорят, пора валить. Мы как перекати поле живем, мы не в своей стране живем, мы не владеем ей. У нас есть командиры, которые говорят, как жить, и мы такие вот что-то делаем такие и ждем у нас очередного пинка или там команды и так далее. Нам придется пересмотреть многое, как мы живем, с кем мы живем, кто и чем командует, кто нами командует, а может быть, нам самим следует командовать своей жизнью, да, взять руки. Наша ответственность, наши руки, наши строительные материалы, мы сами, все. И хотелось бы, чтобы в этом каждый поучаствовал. Вот моя хата с краю это больше не канает. Не получится отсидеться? Не получится. Многие из нас, в общем-то, пробовали применить это, но вот видите, где мы оказались, поэтому не получится. каждый перестраивает свою жизнь, каждый строит вокруг себя такую жизнь, которую хочет.